Когда училась в Кисловодске, я снимала квартиру, не квартиру, я снимала комнату у престарелой женщины, и у нее была подруга. И однажды, когда мы с ней пили чай, к ней пришла подруга и рассказывает, Галя, представляешь, говорит, мне приснился такой сон, снится ей ее родственник, и она говорит, мне снится, что он ест кашу, в которой черви. Ну и, соответственно, хозяйка, у которой я снимала квартиру, она ей говорит, Люба, может быть, тебе стоит обратиться к священнику и спросить у него. Вроде бы вот случай не из жизни мусульман, но вот я буквально его сегодня вспомнила, когда читала эту главу. И потом уже через какое-то время она вновь приходит к нам в гости, да, мы пьем чай с ними, и она говорит, ну, рассказывает свою историю, повествует, что действительно она сходила к священнику, да, рассказала ему свой сон, который она видела, да, и говорит, что вот родственник мой, да, вот я видела его во сне вот таким несчастным, да, и кушающим вот кашу с червями. При этом он в каком-то темном помещении. И на что вот священник ей, оказывается, ответил, что, возможно, у твоего родственника есть долг, который он не выплатил до смерти. И представляете, что сделала эта бабушка? Она стала пересматривать все блокноты, ежедневники, записные книжки. Она говорит, я обзвонила всех, кто был в его контактах записан в этих книгах. И она нашла среди этих людей человека, которому действительно, оказывается, вот ее умерший родственник был должен. Она нашла этого человека, из своих средств она выплатила. И представляете, она потом рассказывает, представляешь, говорит, Галя, мне этот мой, ну, она рассказывает, что этот родственник повторно пришел во сне, да, уже в белом одеянии и с радостной, с улыбкой на лице. То есть из вот этого повествования, да, ну, я для себя на тот момент сделала вывод, что действительно умершие, да, ну, я не знаю, может быть, это вот милость Всевышнего, да, к этим людям, даже несмотря на то, что они умерли, да, донести какую-то свою мысль до тех людей, которые живут, и вот именно до их родственников. Вот дальше по тексту, да, мы понимаем, что все-таки долг, да, очень важен в отношении любого человека, да. Да, я думаю, что вот конкретно для меня вот этот пример был показательным в том плане, что вне зависимости от веры, да, как у нас часто любят вот мусульмане думать, такие в кавычках мусульмане, да, что если это долг неверующему, да, его можно не вернуть. Он же, там, кяфир, там, как они выражаются, да, что не будет на мне греха, да, ну, а по сути, в любом случае, да, вне зависимости от вероисповедания, я вот для себя поняла, что все-таки обязанность выплаты долга, да, она остается на любом человеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok